Добрый вечер. Мне приятно очень присутствовать здесь. Ну, может быть, кто-то, если увлекается этим проектом, видел лекции. Есть на YouTube уже похожая лекция. Мне бы хотелось с вами сегодня действительно поговорить про спорную тему, про спорную тематику. Очень много разных мнений, причем мнений как за, так и против. Много мнений аргументированных, много не очень. Ну, давайте попробуем, поспорим. Для этого, наверное, здесь все и собираются, для того, чтобы узнать что-то новое, что-то вынести для себя. Может быть, в споре родится истина какая-то, и каждый для себя примет какое-то решение. Я хотела бы немножко остановиться на том, что же такое иммунопрофилактика, зачем существует атлас прививок, вообще что это такое, введение это только нашей страны или это существует в мире. Откуда пошла вообще вакцинация от первого отца вакцины Дженнера и до наших дней? Существует ли биопредел вакцинации? Потому что тоже очень много споров идет. Вот вакцины живые, вакцины мертвые, вакцины какие-то еще туда добавляют что-то. Это все вредит нашим детям, которых мы, безусловно, очень любим. Поэтому, конечно, есть вопросы. Есть ли биопредел для тех вакцин, которые существуют в настоящее время? Что такое генномодифицированные вакцины? Это действительно будущее для иммунологов, для врачей, которые борются с разными инфекциями. Ну и немножко поговорить про мифы и реальность вакцинации. Но я думаю, что где-то в час-час двадцать мы уложимся, а дальше, конечно, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Но так как я такой уже профессиональный лектор в связи со своей работой, со своими студентами, я, с вашего позволения, начну немножечко с терминологии, так чтобы мы с вами разговаривали на одном языке, так чтобы мы понимали друг друга, о чем мы говорим. Потому что аудитория разная, кто-то что-то знает, кто-то не знает. Поэтому сначала немножко, ну, такого занудства, как для студентов. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я ни в коем мере не хочу представить, что вы там что-то не знаете. Что ж такое иммунитет, о котором мы все говорим? Я думаю, что рекламу по телевидению смотрят все. И там прекрасные мальчики, которые не боятся заболеть, гуляют под дождем, потому что они пьют какой-то йогурт прекрасный, и от этого у них замечательная иммунная система. Но на самом деле термин иммунитет появился не так давно, ему всего лишь 200 лет, даже 200 лет еще нет. И изначально термином иммунитет обозначалась невосприимчивость к заразному началу. Я сейчас объясню, что такое заразное начало, и почему именно такое определение было дано. К этому заразному началу относились микробы и токсины. Ну вот здесь представлены фотографии. Это наш с вами соотечественник. У нас мало ученых, которые являются нобелевскими лауреатами, особенно в области медицины, в области биологии. Но так как-то изначально произошло в нашей стране, что у нас их мало. Поэтому этими людьми, но я считаю, что мы по праву можем гордиться, это вот такой замечательный человек Илья Ильич Мечников, который в 1882 году впервые обнаружил, он работал с морскими звездами, и вот у личинок морских звезд он обнаружил удивительные клетки фагоциты, которые могут пожирать чужеродное начало. Он провел совершенно простой по настоящему времени эксперимент. В морскую звезду такие штырьки у него были, специальные иголочки, втыкал иголочки, это как заноза в нашем с вами организме, там развивался воспалительный процесс. И он под микроскопом, тогда техника уже была, было возможно что-то увидеть, и он увидел эти клетки, которые действительно сжирали то, что попало туда. В 1883 году появилась фагоцитарная теория иммунитета, и появился термин иммунитет. Именно Мечников предложил этот термин. Поэтому отсюда и определение, да, заразное начало. Тогда про вирусы еще ничего не знали, про раковые опухоли тоже не знали, потому что иммунитет на самом деле это более широкое понятие, это не только микроорганизмы или что-то такое другое. В то же самое время, в 1885 году, профессор Берлинского университета Пауль Эрлих предложил другую теорию, гуморальную теорию иммунитета. Она основана тоже на всем уже известных терминах, это антитела и антигены. Это не клетки, которые съедают что-то чужое, это вещества, которые борются с веществами. В течение 15 лет Эрлих и Мечников были врагами. Они спорили на всех конференциях, если на какую-то конференцию приезжал Мечников, туда не приезжал Эрлих, и наоборот. То есть спор был такой очень жесткий, но в 1908 году их примирили, потому что им на двоих была вручена Нобелевская премия за величайшее открытие того времени, действительно, это величайшее открытие того времени, открытие иммунитета. После этого теория иммунитета начала развиваться очень бурно, но действительно способствовала этому и пониманию биологических процессов, которые протекают в организме, и то, что техника стала развиваться, появился электронный микроскоп, стало возможным увидеть очень много, выделить что-то очень многое. Поэтому сейчас термин иммунитет — это совершенно другое понятие, которое включает в себя не только то заразное, о котором думали Эрлих и Мечников, в то время, когда делали свое открытие. В настоящее время термином иммунитета обозначают способ защиты организма от любого генетически чужеродного, попавшего внутрь. Это и антигены, причем это антигены как экзогенного, то есть внешнего, то, что попадает к нам извне, так и эндогенного происхождения. Откуда это берется? Опухолевые клетки, которые появляются в нашем с вами организме, у всех, к сожалению, такое случается. Вы просто не представляете, насколько наш организм адаптирован вообще к абсолютно разным воздействиям. И то, что когда вы смотрите по телевидению или где-то в интернете, трансляции, говорят, вот сейчас Федор Конюхов, который обогнул мыс Горн, там вообще тяжелейшие условия, на самом деле наш организм приспособлен к этому, ко всему. Поэтому иммунная система у нас огромная, у нее огромный потенциал бороться с разным, с разными генетически чужеродными веществами. Иммунитет бывает разный, он бывает естественный. Мы его с вами получаем от наших любимых мам. Во время внутриутробного развития мама делится с нами антителами, всеми, которые есть у нее. Потом мы поддерживаем этот иммунитет, когда происходит грудное вскармливание. Антитела поступают тоже в организм ребенка, обеспечивая защиту этого ребенка до определенного возраста. Но вы понимаете, что не все, или поймете в ходе лекции, я постараюсь об этом рассказать, что иммунитет нужно поддерживать всегда в напряженном состоянии. Потому что антитела, которые у вас появились, есть такой миф. Если ты заболел ветрянкой в детстве, то ты больше никогда не заболеешь этим заболеванием. Сейчас модная, оказывается, тенденция появилась. Мамочки водят своих деток в ту семью, где другие дети болеют ветрянкой, чтобы вот они заболели и больше никогда не болели. На самом деле это очень большой миф, потому что иммунитет с годами, антитела расходуются, он снижается. Вот я на себе это ощутила, я болела в детстве, а потом меня заразил младший ребенок, и я заболела ветрянкой уже в достаточно взрослом, в сильно взрослом возрасте, несмотря на то, что титр антитела у меня был достаточно хороший и большой. То есть иммунитет всегда нужно поддерживать. Конечно же, естественный иммунитет вырабатывается у нас в течение жизни после того, как мы чем-то заболели. Заболел организм, выработал достаточно антител, и какое-то время он не подвергается заболеваниям. Но не от всего можно на счастье. Не всем нужно заболеть, чтобы выработать себе иммунитет. Это очень представляется странным, чтобы кто-то хотел заразиться полиомиелитом или туберкулезом, или чем-то таким страшным. Эболой, против которой сейчас разрабатывается вакцина активно. Поэтому существует искусственный иммунитет. И искусственный иммунитет тоже бывает разный. Он бывает активный, который вырабатывается под действием вакцин, о которых мы с вами сегодня поговорим. И он бывает пассивный в том случае, если в организм уже вводят готовые антитела. Для чего нужно? Ну, предположим, сейчас путешествие не является чем-то экзотическим, и все больше и больше наших сограждан выбирают именно экзотические страны. А в этих экзотических странах присутствуют такие заболевания, которые у нас вообще в принципе больше нет. Лихорадка Желтого Нила, например. В Таиланд очень любят все ездить. Вот там существует такое заболевание. Уж про страны Африки я вообще не говорю. Но в принципе, конечно, можно ввести себе вакцины. Но это очень долгий, длительный процесс. Как правило, я купил горящую путевку. Горящая путевка – это 5-7 дней. Никакая вакцина за такой срок не подействует. Поэтому особенно если выезжают в такие действительно опасные страны, там иногда даже страховку не оформляют, если у тебя нет определенных медицинских справок, что тебе ввели сыворотку. Ну, конечно, если ты поехал на 2 недели в Таиланд, ну, глупо прививаться от 50 странных заболеваний, которых ты больше никогда не встретишь в своей жизни нигде. Поэтому есть возможность ввести сыворотку. Теперь, чтобы понимать, как же работает иммунитет. Ну, как я вам уже сказала, иммунитет разный абсолютно бывает. И поэтому эта картинка, ну, вот я тут в просторах интернета ее нашла, это, оказывается, для детей есть такой проект, очень хороший, безусловно, хороший. Редко сейчас, когда находишь очень хорошие проекты, где доступным языком правдиво объясняется, как происходит то или иное явление. Как правило, очень много каких-то странных выдумок или каких-то странных картинок. Вот есть такой медицинский портал, где действительно существуют вот такие вещи. Вот в данном случае картиночка, ну, это самая понятная картинка, как работает иммунитет на примере защиты против бактерий. То есть у нас с вами есть специальные клетки, лимфоциты. Они называются, они бывают двух типов, B-лимфоциты и T-лимфоциты. Так устроен наш с вами организм. Когда бактерии попадают к нам с вами, ну, начихал на нас кто-то в общественном транспорте, или у вас там в институте на работе, бактерии проникли к вам в организм. Что происходит? B-лимфоциты, которые циркулируют в крови. Кроме того, они находятся в других органах и тканях. Они распознают, что к вам в организм попало что-то чужое. У них на поверхности существуют специальные рецепторы, которые воспринимают свою клетку и не свою клетку. После того, как B-лимфоцит распознал это чужое, ну, он распознавать умеет, а дальше ему команду надо отдать, что да, ты молодец, чужое нашел, теперь надо поработать. И он ждет сигнала от вторых лимфоцитов, от T-лимфоцитов. T-лимфоциты очень умные. Клетки в нашем организме реально умные. У нас мало клеток, которые обучаются в процессе своей жизни. Вот T-лимфоциты проходят обучение в специальном органе. Орган называется тимус или вилочковая железа. Именно этот орган учит их разным абсолютно вещам. Поэтому T-лимфоциты тоже бывают разные. Вот в данном случае интересен T-лимфоцит, который называется T-хелпер. Он помощник. T-хелпер отдает команду B-лимфоциту, и после команды B-лимфоцит делится на две клеточки. Вот здесь видите, одна к нам с вами в организм. Кроме того, B-лимфоциты активируют еще одни клетки иммунной защиты, фагоциты как раз те, которые Мечников открыл. И они начинают пожирать то чужое, которое попало к нам внутрь. Клетка памяти остается в нашем... Ну, когда все друг друга уничтожили, плазмоциты разрушаются, фагоциты тоже разрушаются, ну, на их место приходят новые. А вот клетки иммунной памяти, они не разрушаются. Они остаются у нас с вами в организме на разный срок. Если это, например, вы заболели гриппом, ну, или какой-то острой респираторной инфекцией, клетки памяти, к сожалению, в этом случае живут недолго, ну, максимально 2-3 месяца. Потом они исчезают. Если это более серьезные инфекции, да, бывает, что действительно пожизненный иммунитет, и живут они всю жизнь, сколько будет жить человек. Для чего они нужны? Клетка памяти в этом случае, когда к вам повторно попадает тот же самый микроорганизм, очень быстро активируется. Ей уже не надо ждать сигнала от Т-хелпера. Она сама очень быстренько начинает вырабатывать антитела, и в этом случае вы просто не болеете. То есть вот так работает наш с вами иммунитет, который есть у всех. Ну, раз есть иммунитет, есть и такое понятие, как иммунопрофилактика. Что это? Это метод или индивидуальной, или массовой защиты. Ну, когда эпидемии возникают, или совсем эндемии, это заболевания, которые захватывают не только одну страну, но континенты. Ну, наверное, вот здесь присутствуют люди, которые помнят, ну, лет 10 назад все очень боялись. Эпидемия свиного гриппа была огромной, большой. Потом эпидемия птичьего гриппа, когда действительно не одна страна, а прям континенты заболевали, и было очень много осложнений. Связано, опять же, с самолечением, что мы вот покашлял, да, но быстренько антибиотикам притушим. Все круто, на второй день на работу пойдем, там еще заразим всех, которые в округе находятся. Но потом, к сожалению, не у всех действительно напряженный иммунитет, и не все способны тренироваться от гриппа. То есть конкретно на что направлено? Бывает не специфическое. А не специфическое – это активизация иммунной системы. Это тоже очень спорный вопрос. Вот здесь, если в данном случае я больше поддерживаю тех, ну не то, что поддерживаю, я агитирую за то, что нужно прививать своих детей, и в этом залог их здоровья. Сейчас мы с вами тоже разберем, почему. То вот по активации иммунной системы я здесь как раз придерживаюсь мнения тех докторов, которые говорят, что нельзя бездумно принимать препараты, которые как бы подстегивают ваш иммунитет. Это палка о двух концах, так называемая. Но это опять же тема тогда совсем другой лекции. Так же, как и иммунитет, иммунизация бывает активная, когда вводят вакцины, и иммунизация бывает пассивной, когда вводят готовые антитела. Ну раз мы много раз уже проговорили про вакцинацию, про иммунизацию, что такое вакцинация. Это профилактические меры, которые защищают ребенка или взрослого полностью от определенных болезней, либо ослабляющие их течение. Иногда нельзя полностью защититься от микроорганизма или вируса, который уже попал в ваш организм. Но можно очень сильно ослабить действие этого вируса. Ну и как следствие, последствия для организма. Если говорить про юридическую сторону иммунопрофилактики, в нашей стране в 1998 году принят закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, в котором очень четко прописано, что любой человек, любой гражданин нашей страны имеет право по полюсу МС получить определенные прибивки, которые прописаны в национальном нашем с вами атласе, ну или календаре прививок. Национальный календарь прививок – это документ, который утвержден приказом Министерства здравоохранения. Последний был выпущен в 2014 году. Он определяет сроки и типы вакцинаций. Наш с вами национальный календарь прививок подразделяется на две части. Первая часть – это обязательная часть для всего населения, проживающего на территории Российской Федерации, против чего направлены данные типы вакцин. Это повсеместно распространенные инфекции, например, корь или туберкулез, или столбняк, то есть те, которые распространены повсеместно, либо которыми болеет практически вся часть популяции. Вторая часть – это прививки по эпидемическим показаниям. Что это за показания? Например, люди, проживающие на территории Сибири, прививаются, дети и взрослые, прививаются от клещевого энцефалита, потому что там очень широко распространено это заболевание. В нашей местности не встречается клещевой энцефалит, поэтому если вы не планируете поездку куда-то в Сибирь, российский календарь профилактических прививок. Значит, очень жестко этот календарь соблюдается докторами, педиатрами для детей в возрасте до 14 лет. И в данном случае, если вы посмотрите, у нас 12 обязательных прививок, которые должны быть сделаны детям в определенные сроки их жизни. Дальше уже взрослым людям проводят так называемую ревакцинацию, то есть повторную вакцинацию от данных заболеваний. Если посмотрите, это гепатит B, это туберкулез, это пневмококковая инфекция, это дифтерия, коклюш и столбняк, они объединены в одно, потому что это комплексная вакцина, КДС называется, это полиомиелит, это гемофильная инфекция, тоже комплексная корь-краснуха, эпидемический паратит, это то, что в народе называют свинка, тоже сейчас существует комплексное заболевание, и это грипп. Российский календарь профилактических прививок соблюдается на всей территории Российской Федерации, и в настоящее время принят закон о том, чтобы дети, не вакцинированные от этих заболеваний, не допускались в детские учреждения, в детские садики. Для школы пока такой закон не принят, для детских садиков принят, потому что очень большая скучность детей и не вакцинированные дети, они в первую очередь подвергаются опасности быть зараженными абсолютно разными инфекциями. Как дело обстоит в мире? Только ли наша страна придумала вот этот национальный календарь прививок, или это существует во всем мире? Ну, хочу, не знаю, как вы к этому относитесь, хочу вам сказать, что во всем мире существуют национальные календари прививок. Начнем с Соединенных Штатов Америки, где этот календарь прививок является обязательным, и ребенка могут отобрать у родителей, если они просрочили время очередной прививочной даты, прививочной кампании. Если дети не были привиты вовремя, то для них составляется индивидуальный календарь прививок. Причем за этим следят вообще патронажа детей. Нет такой опции в Соединенных Штатах Америки, то есть выписывают из роддома, а дальше, ну, хочешь, приди к доктору, не хочешь, как бы это уже твои проблемы, да, что тебе позволяет там страховка. Потому что у нас-то патронаж присутствует до года в обязательном порядке, там такого нет. Но за соблюдением календаря прививок волонтеры Красного Креста в обязательном порядке следят по данным о всех новорожденных. Если посмотрите, то в национальном календаре прививок США практически все те же существуют заболевания. Там добавлено, например, те инфекции, которые у нас не встречаются, и таких обязательных. Вакцин 15, которые должны пройти дети. Если взять территорию Евросоюза, в разных странах тоже существуют свои национальные календари прививок. Очень жестко это контролируется в скандинавских странах, но там тоже свое очень жесткое законодательство. Очень жестко за этим следят в Германии и в других странах. То есть календари прививок на самом деле существуют во всех странах мира. Если к статистике подойти, например, одна из самых оспариваемых вакцин БЦЖ, вакцина БЦЖ – это против туберкулеза, она прививается совсем маленьким деткам в возрасте 1-2 дня. То есть сразу, как только ребенок появился на свет, так вот БЦЖ-вакцинация проводится в обязательном порядке в 178 странах мира, потому что туберкулез – это жесточайшее заболевание, и смертность от него составляет порядка 80%. То есть если человек инфицирован, но не привит, нет иммунитета от него. Кроме того, туберкулез очень сложно подается лечению. Это связано с тем, что устойчивость микроорганизмов к антибиотикам очень сильно в настоящее время развелась. Для Всемирной организации здравоохранения это проблема номер один – побороть антибиотику устойчивость. С чем связано? Вы знаете, с чем. С тем, что тетенька аптекарь, я что-то кашляю, дайте что-нибудь, потому что завтра у меня экзамен, не знаю, срочный проект, что-то еще, мне надо очень быстро вылечиться, через три дня стало легче, никто 15 дней антибиотики по схеме не пьет. К чему это приводит? Если в нашем с вами организме есть хотя бы одна бактерия, устойчивая к данному виду антибиотиков, через 6 часов все бактерии в нашем с вами теле будут иметь эту устойчивость. Это свойства бактерий. Они живут уже 3,5 миллиарда лет на Земле. Они приспособились вообще ко всему. Если человека убить сложно, то бактерии практически нереальны. Дальше. Корь. Массовая вакцинация была начата во всех странах мира с 1968 года и проводится она в 120 странах. Прошлый год и позапрошлый год наша страна пережила впервые, начиная с 1980 года, эпидемию кори. Заболели дети в возрасте от 3 до 5 лет. Смертность составила 25%. Это жутко, это не укладывается в голове. Но если кто-то смотрел новости, буквально 3 дня назад показали, что в Украине, потому что там, так же, как и в нашей стране, родители массово отказываются от вакцинации, сейчас жуткая эпидемия кори. Закрыты детские учреждения. Школьники отправлены на каникулы. Но этим же не спасти. Вы же, вы сами ходите. Вы-то привиты. Ваши родители сделали для вашего здоровья все. Они вас привили по национальному календарю прививок. И у вас есть иммунитет. Вы не болеете, но вы приносите. На обуви, на одежде, на чем угодно. А дети, которые не иммунизированы. Вирусный гепатит В, мы поговорим про него сегодня, более чем в 100 странах. Делаются прививки, они являются обязательными. Я понимаю, вы взрослые люди, и прививочной карточки у вас может и не быть. Но мой вам совет, посмотрите, что там сделано. Какие прививки вам делали и когда? Как давно? Столбняк и вирусный гепатит нужно сделать для себя. Нужно. Я тоже думаю, ну, господи, ну сколько тебе лет? Ну где ты заболеешь этим вирусным гепатитом В? Ну не тот возраст. На дискотеку не пойдешь, со странным молодым человеком не познакомишься, да? Ну не тот уже возраст. Заболеешь и еще как заболеешь. Краснуха прививается в 100 странах. Краснуху надо обязательно сделать девушкам. Потому что вирус краснухи, к сожалению, он вызывает 60%. Он вызывает уродство у ваших будущих детей, когда вы беременные. Раньше в Советском Союзе, но до 70-го года, в обязательном порядке, если беременная женщина болела краснухой, ее направляли или на преждевременные роды, ну или на аборт в зависимости от сроков. Ну, потому что это правда так. Кроме того, ребенок обязательно получает этот вирус от болеющей мамы, и тогда это называется хроническая краснуха, с которой он будет жить всю свою жизнь. Это очень сложно. А вот для мальчиков надо обязательно сделать вакцину от эпидемического паротита. Это свинка, то, что называется свинка. Почему? Вирус поражает, к сожалению, как осложнение, либо семеники, либо яичники. Яичники реже, а 80% – это семеники. Соответственно, бесплодие. Ну вот в нашей стране доказано, что 50% бесплодных пар, у них очень высокий титр антител к свинке, так называемой свинке. Поэтому пока не поздно, если в детстве не болели, но лучше привиться. Вы все захотите потом иметь своих здоровых, прекрасных детей. Ветряная оспа прививается в 14 странах. В нашей стране по желанию прививается или не прививается. И хипоинфекция, так называемая, это гемолитическая инфекция в 170 странах. То есть видите, что не только наша страна имеет этот национальный календарь прививок, а огромное количество развитых, развивающихся стран, в том числе и не очень развитых стран, все равно поддерживают вот этот иммунный статус. В начале нового тысячелетия были подведены итоги по всем областям наук. Какие же открытия являются основными. В разных областях наук подвели такие итоги. В области здравоохранения и биологии все и без исключения сказали, что иммунопрофилактика является величайшим достижением здравоохранения 20 века. Почему? 6 миллионов сохраненных жизней каждый год. 7,5 миллионов детей спасено от инвалидности каждый год. И более 400 миллионов лет жизни для всего человечества каждый год. Это статистические данные. Это данные ВОЗ по всему земному шару. Вакцины. Много говорим о них. Какие же они бывают, эти вакцины? Бывают живые. На основе ослабленных штаммов микроорганизмов. Вот, например, БЦЖ. Это живая вакцина против туберкулеза. То есть в организм маленького, да, еще маленького ребеночка вводятся живые, ослабленные микроорганизмы туберкулеза. Пытались сделать всякие другие эффективности. Никакой. Пока только такая. Второй вид вакцин. Убитые. Но их не называют убитые, чтобы никого не пугать, что там какие-то мертвые бактерии. Их называют корпускулярные. Они содержат, как правило, убитые компоненты вирусов. Это, как правило, вирусная вакцина. Потому что вирусы, они еще более древние, чем бактерии. И они очень быстро мутируют. У них скорость мутации. Ну, например, вируса гриппа. Почему иногда говорят, вот я провакцинировался, да, там мне ввели вакцину против гриппа, там было 4 штамма, а я все равно заболел. Вирус гриппа, он, конечно, просто гадюшный. Один из самых гадких. Он мутирует. Скорость мутации у него одна в 4 месяца. То есть вот вы привились, а он взял, мутировал, и все. Он уже не распознается, что это вот тот, от которого вы привились. Потому что у него уже все другое. Новое поколение вакцин – это химические вакцины. Эти вакцины содержат только компоненты микробной клетки. Не всю целиком, а только какой-то определенный компонент. Ну и новые вакцины, совсем новые. За ними будущее. Это рекомбинантные вакцины. Это с помощью методов генной инженерии получено. Но это еще одна страшилка, которую все очень боятся. генно-модифицированные продукты. Все съел, превратился в крысу. Врага выросли. Ну правда. Откуда пошла эта история? Как давно люди начали этим заниматься? На самом деле очень давно. И самые первые здесь были китайцы. Но они, наверное, все те первые. Может быть, они с другой планеты. Я не знаю, как им это все удается. Более двух тысяч лет назад в китайских летописях было впервые указано, что многие болезни случаются только один раз. То есть врачи китайской медицины заметили, что после инфекционных заболеваний есть люди, которые больше не болеют, даже если снова случается эпидемия. Шестой век. Это очень давно. Тогда ни про микробов, ни про кого вообще в принципе не знали. Но в России в шестом веке, как мои родители говорят, на деревьях еще жили люди. Это правда очень давно. Но в шестом веке вариоляция. Появился такой термин. Вариоляция – это вакцинация, но это еще не вакцинация, от ОСПы, защита от ОСПы. ОСПа в то время, допустим, в шестой век, была жуткая эпидемия в Корее, которая уничтожила 70% населения. Есть летописи, сохранились. В VII веке в Японии 70% населения погибло от ОСПы. Потом это все, так как перевозили шелк, разные товары, все это радостно привезли в Европу. И Европа, начиная где-то с IX века, это полностью оспенный лазарет. То есть черная оспа косила во всех странах Европы. Она присутствовала. В VI веке в Китае появилась такой термин – вариоляция путем введения материала от больных здоровым. Здесь как раз на слайде приведена выдержка из медицинского трактата на тот момент одного из величайших китайских врачей, Сунь Цемяо, который написал, что вариоляция приводила к болезни и даже смерти, но существенно реже, чем природная инфекция от ОСПы. Посмотрите, только в XVIII веке баронесса Мэри Монтегю, первая женщина, которая представила вариоляцию в Британии и стала использовать этот метод для защиты от ОСПы. Самая просвещенная императрица нашей страны, Екатерина II, делает вариоляцию при русском дворе. Наследник Павел, тот, кто интересовался историей, ему была сделана вариоляция, он заболел, выжил, но на всю жизнь сохранил на себе следы ОСПы, все лицо у него было в ОСПинах. Но при этом императрица не боялась, что наследник когда-то заболеет ОСПой. Как проводилась вариоляция, остались китайцы молодцы, они все записывали, у них все это в прекрасном виде. То есть брался материал от больного, ОСПы – это такие волдыри, бралось содержимое, и в определенные точки на теле специальными металлическими иголочками наносились эти субстанции. Рожденные в СССР имеют у себя клеймо, у всех на плече, у молодежи уже, скорее всего, нет, но у ваших, у всех родителей все это есть. То есть фактически вакцинация от ОСПы – это порождение вариоляции. Но только, конечно, там уже никто не брал ОСПиные содержимые, но также в надрезы в коже вносилась вакцина от ОСПы. Ну и теперь эра вакцин. То еще не была вакцинация, а теперь эра вакцин. Эра вакцин стартовала 14 мая 1796 года. Английский врач Эдвард Дженнер привил коровью ОСПу восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу. Это был сын его слуги. Ну, конечно, да, мужчины, они добрые люди. Своего сына не взял, хотя у него была большая семья. Подкупил слугу, да, тот ему, знаешь, мальчик, маме ничего не сказал. Ну, мужчины, они такие люди добрые. На глазах у всех сделал эту прививку. То есть он взял жидкость из пустула на руке больной доярки. Почему так было сделано? Дженнер заметил, что люди, которые ухаживают за скотом, или совсем не болеют черной оспой, или если заболевают, то обязательно выздоравливают. Оказалось, что коровы болеют коровьей оспой. Ну и во время ухода за скотом, во время дойки, доярки заражались, то есть они как бы уже иммунизировались. И потом черная оспа им была не страшна. Поэтому из пустулы как раз на руке доярки был взят вирус коровьей оспы. Мальчик тяжело болел, выздоровел. После этого ему привили, внесли, как метод вариоляции тогда проводился, внесли содержимое пустулы уже больного черной оспой. И мальчик не заболел совсем. В 1798 году Дженнер опубликовал результаты своего исследования. Это открытие, но это реально на тот момент это было величайшим открытием. И через 8 лет в Лондоне был основан институт по прививке оспы. И оспа – это первая инфекционная болезнь, которая была полностью истреблена человечеством. Вакцина, если латинский изучал, это уже другой величайший исследователь Луи Пастер предложил этот термин от латинского слова vacca – корова. Потому что все пошло оттуда. Дальше вакцинация начала развиваться семимедельными шагами три периода в развитии вот этого направления. И первый, если посмотрите, занимал огромное количество времени. С 1890 по 50-й год прошлого века были разработаны бактериальные вакцины и анотоксины. То есть работали только с бактериями, с вирусами тогда работать не могли, не было технологий. 50-е и 70-е годы прошлого столетия – это вакцины от разных вирусов. Но и с 70-х годов – это уже эра молекулярной биологии, это созданы разные рекомбинантные вакцины от вообще различных абсолютно заболеваний. Какие же существуют достижения в области вакцинации? Про ОСПУ мы уже с вами поговорили. ОСПА действительно ликвидирована повсеместно. Последний случай естественного заражения чёрной ОСПой был отмечен в Сомали в 1977 году. Больше случаев природного заражения не было отмечено. Следующая болезнь – бешенство. Вообще это заболевание в 17-18 веке внушало страх и ужас, потому что это было стопроцентно смертельное заболевание, невозможно вылечиться. Бешенство на наше с вами горе – оно природное заболевание, оно существует, заболевание вне нашего сознания, люди к этому никакого, не прикладывают ничего. Это в популяциях животных, и заразиться можно от любого животного. Все животные болеют без исключения бешенством. Бешенство, вакцину от бешенства как раз разработал Луи Пастер, величайший учёный своего времени. Знали люди, что он работает над бешенством. Бешенство боялись вообще. Второе заболевание, которое тоже очень боялись, это была дифтерия. Называли петля удавленника, когда маленькие дети в возрасте до 5 лет, для них это абсолютно смертельное заболевание. Мы, кстати, поговорим про дифтерию в том числе. Вот две болезни, которые внушали ужас. И под окнами у Пастера, у него была большая лаборатория, собирались демонстрации людей, которые кричали, прекратите опыт, и ничего не надо. Просто боялись. Пастер сам опасался применить вакцину от бешенства на людях. Он её испробовал на кроликах, на собаках, много-много опытов провёл. На людях просто очень боялся, потому что боялся. Что получилось? В 1856 году к нему привезли 9-летнего мальчика, искусанного бешеной собакой. Родители привели, они понимали, что ребёнка не спасти абсолютно. И вот это была одна единственная надежда для них. И Пастер ввёл ему свой препарат, свою вакцину. Мальчик выздоровел. После этого производство вакцины от бешенства было поставлено на промышленный поток. Сейчас то, что применяют вакцину от бешенства, она существует, почти не отличается от методики, которую предложил Пастер. Укусшенного человека вакцинируют с определённым сроком, и действительно это спасает жизни. Столбняк. Столбняк – тоже инфекция, которая нам достаётся из окружающей среды. Наступил на ржавый гвоздь ногой, где-нибудь гуляя в парке, на даче, где угодно. Бактерия столбняка живёт в почве. Это нормальная почвенная бактерия. И не она нам страшна. Страшен токсин, который она вырабатывает. Этот токсин затормаживает работу центральной нервной системы, и импульсы не проходят к мышцам. Для нас с вами это страшно, потому что наше с вами дыхание полностью зависит, к сожалению, от деятельности головного мозга, потому что мы дышим с помощью скелетных мышц. Скелетные мышцы могут работать только когда к ним импульс придёт. По-другому не работают, сами по себе не работают. Поэтому смерть от столбняка вообще очень страшная. В судорогах бьётся человек и умирает от остановки дыхания. Для маленьких детей абсолютно смертельное заболевание. Вот столбняк новорожденных ликвидирован в 75% стран. Ещё одна страшная инфекция – хип-инфекция, гемофильная инфекция. Что это? Если тоже иногда смотрите, в новостях показывают, где это в пионерском, ну сейчас не пионерском, в лагере отдыха для детей, дети заболели менингококковой инфекцией. Это как раз хип-инфекция. То есть это поражение оболочек головного или спинного мозга. К чему приводит? К тяжёлой инвалидности у детей. Ну понимаете, что если поражается головной или спинной мозг, дальше параличи в разной степени. Внедрение вакцины снизило заболеваемость на 90%. Теперь то, о чём пока не сказала. Полиомиелит. Считается, что ликвидация полиомиелита – это дар 20 века, 21 веку. Полиомиелит – это страшное заболевание, которое оставляет детей, заболевают в основном дети, безусловно, и делает полностью инвалидами. Параличи разной степени, неизлечимое заболевание. Первая вакцина в 1955 году была разработана в Соединённых Штатах Америки. Живая вакцина. Вторая, инактивированная вакцина, была разработана в Советском Союзе. И испытание, не поверите, этой вакцины разработчик провёл на собственной внучке. Жена, его жена с ним не разговаривает до сих пор. Я смотрела интервью с ним. Невестка, ну вот, в последнее время. То есть он со своим сыном забрал внучку, ничего не сказав родным, испытал на ней вакцину от полиомиелита. Ну, учёные, они все немножко сумасшедшие. Но зато, то есть с ребёнком всё хорошо. Зато были разработаны два типа вакцин. Они сейчас как раз активно используются для иммунизации детей. Сначала вводится инактивированная вакцина, а потом под язык закапывается, ну, если у кого-то маленькие детки есть, то под язык закапывается розовая такая жидкость. Это живая вакцина против полиомиелита. Компания, которая была поддержана Всемирной организацией здравоохранения, началась в 1988 году. И если бы не эта компания, то около 5 миллионов людей были бы сегодня парализованы в результате перенесённого полиомиелита. То есть это действительно заболевание не ликвидировано, ликвидировано на 75%. Но считается, то есть математически, статистически посчитано, и считается, что если люди полностью будут иммунизироваться, то есть все не будут отказывать от прививок, то к 2030 году данное заболевание, так же как, допустим, ОСПА, будет ликвидировано полностью. Можно перечислять до бесконечности. На самом деле существует огромное количество заболеваний, против которых имеются разного типа вакцины. Вот в данном случае хочу остановиться на двух. Первое – это гепатиты, о которых я уже говорила. Гепатитов вообще несколько типов. А, Б, С, Д и Е. А по-другому ещё называют болезнь Боткина или желтуха. И заражение, возможно, через воду или через что-то ещё. Вакцину от гепатита А в обязательном порядке делают только лицам из группы риска, то есть медицинские работники или кто-то ещё. А самые опасные из всех этих заболеваний – это гепатиты В и С. Гепатит В ещё называют ласковый убийца. Почему такое название? Инфицированный человек очень долгое время не знает, что он инфицирован. Он узнаёт об этом только когда печень его уже практически полностью поражена. И смертность 80-90% от рака печени. То есть этот вирус вызывает раковое перерождение клеток печени. Когда человек об этом узнаёт, спасти его уже практически не представляется возможным. Поэтому вакцинация от гепатита, вот она с 1982 года, доступная вакцина от гепатита В. Изначально это была живая вакцина, потом это была корпускулярная вакцина, а сейчас это уже генномодифицированная вакцина. То есть есть вакцины нового поколения именно от этих страшных инфекций. И ещё одно заболевание – вирус папиллома человека. Некоторые виды онкологических болезней, но мы все знаем, что опухолей страшно, и людей очень жалко, потому что действительно жалко. Некоторые опухолевые заболевания доказаны уже вирусная природа. В данном случае рак шейки матки обусловлен попаданием в организм женщины. двух вирусов – ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Заражение происходит половым путём. У мальчиков, у мужчин этот вирус есть, он просто есть. Он не вызывает никакого заболевания, но при этом партнёр заражает свою партнёршу. Но он не знает, что у него есть этот вирус, совершенно абсолютно никак. Не страдает от него. Заражает свою партнёршу, которой тоже доказано, что 68% женщин, которые страдают раком шейки матки, имеют именно этот вирус. Разработана вакцина. Вакцину мальчикам делают в профилактических целях, просто чтобы не было у них этого вируса. А девочкам, допустим, в странах Евросоюза, эта вакцинация включена в обязательный перечень. В нашей стране пока по желанию. Я знаю, что в Москве делают по полюсу МС девочкам 12-13 лет, до того, как она начнёт жить половой жизнью. Потому что потом уже бесполезно, потому что никто же не проверяет своего партнёра, особенно на такие вирусы. Но это реальный шанс стопроцентной защиты от будущего развития раковых заболеваний. То есть действительно вакцинация приносит огромную пользу. И не только от конкретной болезни, от которой вы вакцинируетесь в данном случае. Если общие данные посмотреть, в мире вакцинируется около 2 миллиардов человек. Ежегодная вакцинация. При этом в ежегодном мире умирает от инфекционных заболеваний около 15 миллионов детей. Это огромная цифра. Если считать, что производители вакцин – это какое-то лобби фарминдустрии, но нет. Объём вакцин составляет всего лишь 2% от всех лекарств, применяемых в мире. Вакцину нельзя купить в аптеке. Бесполезно, бессмысленно. Можно говорить, что да, вот, всё хорошо. На самом деле лобби фармацевтов есть, но не в области вакцинологии. Здесь им невыгодно. Во-первых, очень дорого. Очень дорого производство вакцин. Очень дорого выведение вакцин на рынок. В аптеках не продаётся. Только больницы. Только специалисты, которые могут это сделать. Поэтому здесь деньги, к счастью нашему, не играют большой роли. К сожалению, потому что не спешат бизнесмены вкладываться в развитие вакцинологии. Очень дорого. Если перейти к цифрам. Потому что слова – это слова. Мало ли кто что придумал. Есть абсолютно математические вещи. Вакцина от кори в нашей стране появилась в 1968 году. Тогда же было принято постановление правительства Советского Союза об обязательной вакцинации всех детей от кори. Вот можете посмотреть. Сначала вакцинация, заболеваемость корью, снизилась не просто в разы, а практически была истреблена эта болезнь. Потом резко прекратили иммунизировать детей, когда родители получили такое право отказываться от вакцинации. И вот два года назад мы получили совершенно другую картину. То, что мы получили. Еще одна страшная болезнь – коклюш. Страдают тоже маленькие дети. От года до пяти страшный кашель. Задыхаются. Развивается отек квинки. Потому что пока дыхательная система еще не сформирована полностью. С начала вакцинации коклюш практически исчез. Встречается в единичных случаях. Тот же самый гепатит Б. Заболеваемость в России, уже в России, была очень большой. Связана с тем, что наши люди не любят ходить к докторам. И, конечно, выявляется это заболевание уже на последних стадиях, когда сделать ничего было нельзя. С начала вакцинации число заболевших уменьшилось практически в три раза. Это очень много. Если просто говорить о том, как воздействуют вакцины на здоровье человека. Понятно, что вы проиммунизировались от конкретного какого-то возбудителя. Вы получили иммунитет от этого заболевания. Но есть еще куча других вещей, которые делают те вакцины, которые вы себе вводите. Например, снижает тяжесть заболеваний, не связанных с вакцинно-контролируемыми инфекциями. Почему? Например, краснуха, ветряная оспа, корь – это вирусы, все одной группой их еще называют коревые вирусы. Они поражают определенные клетки. Механизм действия у них один. У них белки очень похожие. Поэтому, если вы привиты от одной болезни, ваши клетки, клетки памяти, они и те другие вирусы, которые входят в эту группу, тоже распознают очень быстро. И очень быстро начинают с ними бороться. Поэтому, даже если они к вам попали, вы болеете гораздо меньше, в меньшей степени, без осложнений, чем если бы вы были не привиты. Про антибиотикоустойчивость я вам говорила. Так вот, вакцинация – это одна из тех вещей, которые позволят бороться с антибиотикоустойчивостью. Потому что вы в этом случае не принимаете антибиотики. И в случае, если вы заболели чем-то, у врачей очень большой шанс применить к вам антибиотики не самого нового поколения, а старенькими, у которых мало побочных действий, как у всех других лекарственных препаратов. Зато могут вам помочь. Вот здесь приведены данные. Я их взяла из статей, статьи внизу, в которых вы можете почитать сами эти статьи. Например, вакцинация от гриппа снижает частоту отит среднего уха у детей на 30%. Отит у детей – это, если есть мамочки, которые это хотя бы раз пережили, это просто ад. Если есть ад – это отит у вашего ребенка. Когда он орет, просто он не может замолчать, потому что там жуткая боль. Маленький человек, он не понимает, почему, когда там больно, вы сделать ничего не можете. Ну, это не дай бог никому, чтобы ваши дети никогда таким не страдали. Ну, много что, например, вакцинация от холеры в эндемичных странах. Есть страны, где тоже холера циркулирует среди животных. Индия, например, сейчас это популярное место, туда любят наши туристы. Но вы должны, прежде чем вы какую-то страну выбираете для поездок, посмотрите вообще, чем там люди болеют, чтобы потом не привезти с собой. Какой-то страшный страх. А так как наши доктора, они же не встречаются каждый день с этим. Им тяжело с диагностикой. Не потому что они просто глупые, бестолковые. Нет, они просто никогда этого не видели. Ну, где холеру? В европейских странах истреблена в XIX веке, не встречается. Ну, да, когда-то им там кто-то рассказал, что была холера. Ну, и тут вдруг здравствуйте. Мировое сообщество поддерживает вакцинацию. Вот в данном случае на слайде карта здесь как раз те страны, в которых очень напряженная политическая обстановка. Там непрерывно война, там непрерывно убивают, там вообще страшно находиться. Но даже в этих странах, когда Красный Крест объявляет, что будет проводиться вакцинация, объявляется перемирие. То есть даже вот эти странные люди, которым доставляют удовольствие там воровать, убивать, что-то делать, даже они понимают, что нужно провести. Ну, иначе убивать будет некого, потому что они все умрут. Ну, вот эти страшные цифры – это цифры из доклада Всемирной Организации Здравоохранения 2018 года. 90 миллионов рожденных в развивающихся странах. Это в странах, где не налажена система здравоохранения, где вакцинация проводится сотрудниками Красного Креста. Не все люди, в принципе, могут добраться даже до этих пунктов. Вот 90 миллионов рожденных. 5 миллионов погибают от таких заболеваний, которые, ну, казалось бы, вообще уже не должны встречаться. Еще 5 становятся инвалидами. 2,5 миллиона умирают до 2 лет и 1 миллион от столбняка. То есть всего 14 миллионов детей. Да, детей. Это жуткие. Это просто жуткие цифры, которые, ну, вообще, если осознать, подумать, что 14 миллионов детей ежегодно в развивающихся странах умирают от инфекций, которые, ну, казалось бы, в 20 веке все уже говорили о том, что этих инфекций нет. Ну, вот еще год, два, десять, и их совсем не будет. Отвлечемся от страшного. Пока. Это еще не все страшное. Но мы же должны с вами поговорить еще и о том, что много людей, которые против вакцинации. Мы же должны тоже это как-то понять, почему они против. Но там тоже будет не все весело. Но пока про чудеса. Про биотехнологию сейчас не говорят только ленивые, мне кажется. Все занимаются биотехнологией. Вот куда бы ты ни пришел. Металлургический завод, биотехнология. Раньше была нанотехнология. Сейчас нано уже стало каким-то нарицательным. Нано отказались. Но биотехнологии – это вот все. Я представляю ядерный университет МИФИ. Ну, казалось бы, ядерный университет. Вообще, что бред какой. Биотехнологиями занимаются все. Это очень модное направление. Но оно реально самое перспективное. Потому что все, что можно было выжать из природы, из техники, люди уже все взяли. Больше взять нечего. Все, что можно, все взял. Поэтому осталось только смешение био и каких-то технологий. Это к вопросу о биопределе вакцин. Действительно, все, что можно было из живых, из убитых, сделали. Больше сделать ничего нельзя. Никаких новых, никаких лучших. Обычными, классическими способами сделать нельзя. На помощь приходит биотехнология, а конкретно генноинженерные вакцины. Я постараюсь на пальцах объяснить, что это такое. Потому что, на самом деле, непосвященным людям кажется, что это вообще ужас какой-то. Что-то делают. Каких-то химеры, это так называют. Есть сленг в каждой области. Есть свой сленг. Вот в области генных инженеров это такие живые существа называют химеры. Потому что их не существует. Причем, опять же, это если будет интересно организаторам, об этом тоже можно говорить. И лекции есть. Но так, чтобы вы немножко отвлеклись от страшных цифр. Ученые, ну, они немножко с придурью, но честно. Я сама ученая, поэтому мне не стыдно это сказать. Потому что некоторые вещи, которые они делают, но в психологии нормальных людей это невозможно понять. Например, в США сделали помидоры, которые светятся ночью. Зачем? Я не могу себе представить. То есть ты заходишь на кухню, у тебя лежит помидор, который светится. Ну, я не знаю, заикаться начнешь. Ну, что было в голове у этих ученых? Ну, я понимаю, это отработка технологий. То есть все объяснить-то все можно. С точки зрения науки это здорово, это классно. Они там выделили ген медузы, встроили в эти помидоры, и вот они теперь светятся. В тыкву встраивали, у них что-то не пошло. Но, видимо, там что-то другое. Но я понимаю, у них там этот хэллоуин, да, надо, чтобы было страшно. Ну, с помидорами страшно. Ешь, а у тебя светится во рту фонарик такой. Вот генноинженерные вакцины. Это те препараты, которые получают с помощью методов биотехнологии. В чем методы, если вот так на пальцах? Сначала выделяют ген антигена. Антиген — это чужеродный белок. То есть берут не сам белок, а берут только ген, который кодирует информацию об этом белке. Ген этот встраивают в очень простые объекты. Ну, вот в данном случае пример как раз вакцины от гепатита B. Этот ген был встроен в дрожжи. Ну, дрожжи — это классные. Грибы, да, хлеб, пиво, вино. Все, что хочешь, и все. Вот там дрожжи не страшно вообще. Все едят, сколько лет, да, никто, ничего не случается ни с кем. Поэтому здорово. Дрожжи действительно стали использовать вот для генноинженерных вещей. Дальше дрожжи очень хорошо растут на искусственных питательных средах, очень быстро делятся и, соответственно, нарабатывают эти гены. Потом берут эти гены, из них делают вакцину. То есть это ген, это не вирус, это не бактерия, не клетка. Это только маленький-маленький кусочек. Но этот ген, он как раз и отвечает за то, чтобы наши с вами плазмоциты научились распознавать, если вдруг целиком вирус или бактерия попадет к нам внутрь. Но это если так на пальцах. Конечно, все гораздо сложнее, трудоемко, все тяжело. Но таких вакцин сейчас огромное количество. Иногда к таким вакцинам генноинженерным добавляют вещество, которое называется адьювант. Это вещество, которое используется для усиления иммунного ответа. То есть вводят какой-то чужеродный агент и стимулируют иммунитет, чтобы ваши клетки быстрее вырабатывали антитела, которые вам будут нужны. Таких вакцин тоже много. Здесь на слайде как раз примеры от гепатита, от сифилиса, от холеры, от бруцеллеза, от гриппа, от бешенства. То есть это уже генноинженерные вакцины. Там нет того агента, который может вызвать болезнь. Ну вот новое поколение. Это так называемые ДНК-вакцины. Не буду вас грузить. Преимущества. Почему перешли на это? Во-первых, можно не опасаться к тому, что вакцина вдруг окажется реверсной к патогенной форме. То есть она изменит свою форму, и вместо того, чтобы вызвать у вас проявление иммунного ответа, она вызовет у вас болезнь. Для вирусов такая опасность всегда есть. Поэтому вирусные вакцины, они, как правило, все убитые. Потому что вирусы мутируют. Смутируют так, что вроде как ослаблены, он раз и вызвал заболевание. В данном случае, так как вам вирус не вводится, соответственно, этого можно не опасаться. Такие вакцины можно приготовить достаточно быстро. Действительно, дрожжи не требуют никаких, ну не только дрожжи используют. Разные клетки, они не требуют особых условий, они очень быстро размножаются. Скорость размножения, скорость деления, одно деление в 6 часов. То есть, ну понимаете, существуют огромные такие биореакторы, где наращиваются такие клетки. Очень быстро, очень просто. Специальных условий транспортировки или хранения они не требуют. Например, живые вакцины перевозят в специальных автомобилях, только замороженные. Их хранят в специальных условиях. Если вдруг она разморозилась, ее надо выкидывать, ее уже нельзя повторно заморозить, потому что там все разрушилось, и она уже никаким образом не подействует. И такие вакцины, они значительно дешевле. Но для таких вакцин необходимо новое устройство, которое позволит это все ввести к вам в организм. Разработан так называемый генный пистолет. Ну что, раз вакцина модифицирована, то и пистолет генный. Как вводят такую вакцину? На самом деле, вводить-то можно по-разному, но опять же, чтобы было круто. Маленькие частицы, вот здесь вот наночастицы, здесь слово нано. Наночастицы золота покрывают нанограммами этой вакцины и выстреливают в организм человека из генного пистолета. Гелием приводится, ну как пушка, вот реально работает как пушка, только с помощью гелия выстреливаются. Эти наночастицы золота проникают к вам в клетки. Дальше магия. Реально магия. Потому что сами ученые не знают, как это работает. То есть это работает, но почему это происходит, пока не знают. Ну я не знаю, вот для меня, например, магия, как вот это по телефону, антенны нет, провода нет, видно все там, что-то написать можно. Вот для меня это тоже магия, потому что я в технике ничего не понимаю. Вот здесь тоже магия. С частиц золота эти гены уходят и каким-то образом проникают в разные клетки. Ну пока магия, пока ученые не поняли, как это происходит, но метод работает в генном пистолете. Гены инженерные, генномодифицированные растения создаются абсолютно так же, только там пушки такие используют большие. Вакцины будущего. Они, безусловно, будут. Над ними работают огромное количество ученых. Ну, во-первых, вакцина против ВИЧ-инфекции. Пока неизлечимое заболевание. Как раз сейчас проводится неделя СПИДа. То есть все доктора собираются, большие форумы проводятся по всему миру, потому что, ну, действительно, оказывается, что в нашей стране изменился возрастной состав вновь заболевших вирусом. Не те, у которого уже есть. Почему-то, ну, на мой взгляд, тоже непонятно почему, первые случаи заражения у людей после 30 лет. Ну, казалось бы, уже взрослые, все все понимают, но вот, оказывается, нет. Вакцина против малярии. Малярия – страшнейшее заболевание. Страдают малярии огромные вообще территории. Это эндемическое заболевание, потому что все континенты поражены, кроме Австралии, а так везде встречается. На территории нашей страны малярия поднялась, климат стал другой, тепло стало. Раньше малярийные комары не жили так близко к нам. У нас нет, у нас все-таки еще холодно. А вот Воронежская область уже есть случаи малярии, хотя до 2000 года и не было. Белгородская область – первый случай малярии описанным. Малярийные комары появились. Поэтому вакцина от этой страшной болезни, она, безусловно, нужна. Таких огромное количество заболеваний, против которых будут разработаны вакцины будущего. И здесь тоже, на что хочется обратить внимание, на предпоследний пункт – растительные вакцины. Над этим тоже работают. Первая такая вакцина, она растительная, был выведен генномодифицированный табак с вакциной именно против гепатита B. Ну, здесь такое себе, да? Тут покурить надо, тут еще надо сигару где-то найти. Это не всем по карману. Поэтому с табака, ну, табак как дрожжи, это просто очень простая культура, она легко выращивается. Поэтому все опыты первые, которые проводят, проводят на табаке. Сейчас переключились и три культуры. Это бананы. Ну, я думаю, понимаете почему. Все страны африканские, да, восточные вот эти, где тяжело, сложно с экономической точки зрения вакцинировать людей, бананы для них, ну, как для нас с вами картошка. То есть это то, что едят все. Съел и проиммунизировался. Это первое. Второе – это помидоры. Это американцы этим занимаются. Ну, может, для них это просто любимая культура, не знаю. Сейчас проходят испытания. Три сорта новых вот как раз томатов, которые будут использоваться как растительные вакцины. И хлопчатник еще используют. Не знаю, каким образом там, потому что хлопок съесть сложно себе представить. Но, видимо, будет какой-то съедобный выведен, который, можно, маленький кусочек салфеточки пожевал и иммунизировался. Но на самом деле сейчас это звучит как из какого-то фантастического фильма. Но уже созданы такие препараты, они проходят последние стадии клинических испытаний. Вывод на рынок очень долгий препаратов. Проходит от начала разработки до вывода на уже такой промышленный рынок. Проходит обычно 10-15 лет. Но это действительно очень долгий трудоемкий процесс. Все хорошо, все прекрасно. То есть я тут рассказываю, вся такая молодец, все здорово. Но как любой препарат, вакцины небезопасны. Вы выпиваете любой лекарственный препарат. Если внимательно посмотреть инструкцию, то список противопоказаний, он, как правило, занимает весь оборотный лист. Список показаний укладывается там в полторы строчки. Ну, это правда. От этого никуда не уйти. И вакцины на самом деле не исключение. Это тоже лекарственный препарат. Тем более, это может быть вообще чужое что-то, что вводится к вам в организм. Поэтому существуют противопоказания к иммунопрофилактике. Мне надо... Есть противопоказания абсолютные для всех вакцин. Например, осложнение на предыдущую вакцину является абсолютным противопоказанием для введения какой-то новой вакцины. Патологическая реакция на предыдущую вакцину тоже является абсолютным противопоказанием. Действительно, среди населения существуют люди, у которых индивидуальная чувствительность к разным компонентам. Они страдают разного рода аллергическими реакциями. Они страдают вплоть до анафилактического шока. То есть, когда человек без оказания медицинской помощи погибает в течение 2-3 минут. Таким людям абсолютные противопоказания против всех вакцин. Есть относительные противопоказания. Список этих противопоказаний сокращается. Последнее сокращение было в 1998 году. Но вот здесь достаточно мелко. Но я знаю, что ведется трансляция. Поэтому кому будет интересно, тот может все эти таблички и всякие вещи просто посмотреть в интернете. То есть, для каждой вакцины существуют свои противопоказания. Все доктора, которые следят за проведением вакцинации у детей, они все знают эти противопоказания. Поэтому если доктор вам говорит, что сегодня вашему ребенку нельзя делать ту или иную вакцину, что надо сдать кровь для того, чтобы посмотреть уровень гемоглобина, низкий уровень гемоглобина является противопоказанием для вакцины от полиомиелита. Никогда не сделает. То есть, вот в 3 месяца ребенку первую делают вакцину от полиомиелита, в обязательном порядке сдает ребенок кровь, смотрят на уровень гемоглобина. Низкий – это противопоказания делать не будут. До тех пор, пока уровень гемоглобина не поднимется до нужного уровня. Но я вижу, мамочки здесь присутствуют. Это открытая информация, она в доступе в интернете. Вы можете сами посмотреть, увидеть, потому что это же мой ребенок. Лучше меня никто не знает, моего ребенка. Есть временные противопоказания. Например, инфекционные или неинфекционные заболевания. Там обострение хронических заболеваний, иммуносупрессивная терапия, некоторые поражения центральной нервной системы тоже являются временными противопоказаниями. Таких противопоказаний много. Поэтому говорить о том, что вакцины безопасны – нет. Об этом никто не говорит. Противопоказания, еще раз говорю, это информация открыта. Все врачи знают эти противопоказания. Никто никогда не отправит ни ребенка, ни взрослого человека на вакцинацию, если видят, что делать в данном случае нельзя. Но это решение должен принять специалист, доктор. Не сам, мне кажется, я кашляю и чешусь, когда пух летит. Конечно, если в нос летит пух, все будут чесаться. Это же не говорит о том, что это противопоказание. А есть так называемые ложные противопоказания, которые, особенно сейчас, очень сильно муссируются в прессе, в интернете, в особенности. Например, что если аллергия или астма, то это является противопоказанием. Нет, там есть жесткие границы. Что такое аллергия? На что аллергия? Какая аллергия? Чем она вызвана? Прежде чем что-либо предпринимать, нужно советоваться со специалистами. Они для этого учатся и учатся очень-очень долго. Есть группы риска. Опять же, все педиатры в курсе, что есть дети, которые могут относиться к разным группам риска. К первой, к третьей, к четвертой. Эти дети находятся под особым наблюдением педиатра. Для них график прививок, как правило, всегда сдвигается. Нормальные педиатры составляют индивидуальный график. Но это не говорит о том, что детей не нужно прививать. Вы не знаете, с кем он будет общаться. Вы никогда не оградите его максимально. Многие говорят, что мы живем в закрытом коттеджном поселке, к нам никто не ходит. Хорошо, вы живете, и этот ребенок никого не видит первые 7 лет. Потом-то он все равно пойдет в школу, даже в элитную школу. Вы же не знаете, кто там работает уборщицей. Хорошо, дети такие же, все элитные, из этого коттеджного поселка только пришли. Но там есть уборщицы, там есть обслуживающий какой-то персонал. Там откуда-то привозят пищу. Вы не знаете, с кем проконтактирует ваш ребенок. Никогда нельзя быть уверенным, что никто не подойдет и не чихнет. Как у любой медицинской процедуры, существует много проблем. Есть побочные эффекты. Есть отрицательное восприятие вакцин. Есть религиозное ограничение. Если говорить про православную церковь, то РПЦ еще в 1864 году приняло указ о поддержке вакцинации. Не так давно тоже у них прошло, я не знаю, как правильно называется их заседание, и РПЦ выпустило с привлечением православных врачей, но сейчас есть такие люди. Раньше не было такого понятия. Сейчас есть с привлечением православных врачей. Выпущено соглашение, ну или документ, который опять же говорит о том, что священнослужители РПЦ поддерживают вакцинацию. То есть в данном случае религии не противоречат. Но есть много разных веток. Есть какие-то секты, которые кровь нельзя переливать, что-то еще. То есть есть религиозное ограничение. Есть проблемы производства вакцины и их изучение. Есть ненадежность поставок вакцин. Все всегда зависит. Сейчас санкции. Некоторые вакцины в нашу страну привозились из-за границы. Но не производятся у нас, допустим. Есть французские вакцины против гепатита В. Но вот они, хотя на лекарства вроде бы санкции не распространялись, но поставки этих вакцин были затруднены. Но в какое-то время. Сейчас вроде бы все стабилизировалось и наладилось. Но, опять же, особенно в случае возникновения вспышки заболевания в каком-то районе, опять же, вы тоже иногда, наверное, слышите, что вот где-то вспышка, и туда массово стали отправлять вакцину, пока она дойдет, пока там распакуют, пока то-сю. То есть это тоже все проблемно. Ну и теперь самое спорное. Сейчас существует большое антивакцинное лобби. Оно действительно лобби, оно действительно большое. Но вот к моему изумлению, например, я не знала этого. Когда готовилась, узнала, что, например, Бернард Шоу, казалось бы, такой просвещенный человек, писатель, вот он писал, что вы дадите ваше нежное, беззащитное дитя доктору, чтобы он взял со скобленным вместе с грязью свой мини-корову дрянь втеру ранку на кожу у вашего ребенка. То есть он был против вакцинации. Ну, так как я привыкла к таким научным поискам, не только то, что там написано, как студенты у меня говорят, сейчас погуглим, все будет. Вот если поиск, публикация, медлайн – это самая большая база научных статей, с точки зрения медицины в области здравоохранения и биологии. Польза вакцины 557, ссылок, риск вакцинации 2655. То, что я говорю, что это лобби, это действительно лобби. На чем основано? Конечно, есть доказательства того, что вакцины могут быть небезопасны. Ну, например, вакцина от полиомиелита в 1955 году, когда был только первый этап становления вакцинации от полиомиелита, после вакцинации 164 парализованных, 10 умерших. Почему? Живая вакцина была, и действительно риск болезни был большой. Сейчас инактивированные вакцины и генно-модифицированные вакцины, хотя живую вакцину вводят все равно, но ее вводят только уже после того, как проведен ряд вакцинаций, инактивированной вакциной. То есть есть действительно данные того, что вакцины небезопасны. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот автомобили есть, наверное, почти в каждой семье. За первые три месяца 2018 года в ДТП погибли 3851 человек. 41 тысяча, получила серьезные ранения. Ну, исходя тогда из этого всего, давайте запретим автомобили. Ну, действительно, за год погибает население маленького города. 100-150 тысяч человек погибает ежегодно в ДТП. Ну, никому же не приходит в голову такое говорить. Давайте автомобили запретим, вот самолеты упали, там сгорели люди. Давайте все запретим. Есть статистические данные эффективности вакцин при правильной схеме проведения прививок. И действительно, это не данные какого-то одного врача или какого-то одного производителя вакцин. Эти данные собирают Всемирная организация здравоохранения по всему миру. Эффективность вакцинации огромна просто, просто огромна. Есть развитие неспецифических вакцинальных реакций. Их фиксируют в обязательном порядке. Рекламации отправляются в обязательном порядке производителям этих вакцин. Почему появляются вакцины нового поколения? Только лишь потому, что да, действительно, живые вакцины представляют опасность микроорганизмы, вирусы, которые живые, попали к вам в организм. У вас может быть индивидуальная непереносимость. У вас может быть что-то хроническое, о котором вы не знаете. И в этом случае действительно может проявиться неспецифическая вакцинальная реакция. Но, если вы посмотрите на цифры, процент таких вакцинальных реакций гораздо ниже, чем та польза, которую приносят вакцины. Если говорить про нашу страну, возглавляет антивакцинное лобби Чаруонская Галина Петровна. Первая ее статья появилась еще в 1988 году. После этой статьи в стране поднялось первое антивакцинное или антипрививочное движение. Статья была посвящена вакцинации от дифтерии. Я сегодня про нее говорила уже немножечко. Отказ от вакцинации спровоцировала эпидемию дифтерии, которая унесла более 4000 жизней. Случилось это в 2001 году. 4000 человек погибло от болезни, которой до 1980 года не существовало в Советском Союзе. Была обязательная вакцинация от дифтерии. Никто не болел. Помимо Чаруонской существует прекрасный иммунолог Людмила Александровна Фаворова, которая статистические данные привела в стране по регистрируемых случаях дифтерии с 1965 по 1996 год. Дифтерия практически сошла на нет. После отказа от дифтерии, как раз вот видно на слайде, количество заболевших дифтерий возросло в 20 раз. Ну вот с 1993 по 1996 год более 10 тысяч россиян погибли от дифтерии в результате снижения охвата вакцинации. То есть почитали статью, поняли, что не надо вакцинировать своего ребенка от дифтерии, получили результат. И то, что я говорю всем студентам. Ну, безусловно, тысячи или миллионы современных городских женщин, они знают очень много. Они, если вы посмотрите, все непрерывно в телефоне, в интернете. Врачей учат не так. Поэтому они говорят, что надо делать вакцины. О вакцинах лучше знают совершенно люди, которые не имеют медицинского или биологического образования, потому что фильмы «Червонской» легко забейте, погуглите, вам вывалится тут же тысяча ее роликов на Ютубе, которые есть. При этом люди же не разбираются. Слово «иммунитет» все же верят рекламе. Мальчик выпил иммунели, он не боится холода, он играет в футбол под дождем, а соседи, дураки, которые в этот момент сидят дома, им холодно, не греются. Говорят, да выпей, у тебя тоже будет прекрасный иммунитет. Но чтобы иммунитет появился от иммунели, наверное, за раз литров 100-150 надо выпить. Может быть, тогда те бактерии, которые есть, сохранятся и пройдут живыми через наш с вами желудочный сок. Все, что мы съедаем, обязательно упадет в желудок, а там соляная кислота, причем она такая, PH там единичка, то есть это очень-очень кисло. Ну, поверьте, там из миллиарда бактерий хорошо, если одна выживет, пройдя через все вот это. А дальше там еще и кишечник, а там еще что-нибудь. Мифы о вакцинации существовали всегда. Старые, понятно, они были связаны с теми вакцинами, которые есть. Есть оспенная вакцина, но от коровы же, да, врага вырос тут в имя. Вот сразу покажу, карикатурная картиночка, например, вот такая была, распространялась в журналах, что вот там со всех мест выскабливают, страшнючки, действительно все повырастает. Все вакцины вызовут появление рака или аллергии. Существуют современные мифы, например, очень долго обсуждалось, что коревая вакцина вызывает аутизм у детей. Американцы провели исследование на огромном вообще, огромная выборка детей. Ни одного случая аутизма у детей, привитых вакцины от кори, не было выявлено. Я не знаю, кто создает эти мифы, но, наверное, кому-то выгодно, что гепатит В вызовет проявление рассеянного склероза, хотя причины вообще совершенно другие. Ну и вот это все, конечно, муссируется очень хорошо. Еще есть одна страшилка, которая, ну, наверное, не совсем страшилка. Очень многие родители отказываются от вакцинации, говоря о том, что в вакцинах имеются разные примеси, там алюминий, ртуть, какие-то другие яды. Доза ртути, ртуть называется тимиросал. Ну, то есть если вот вам, пока вы, когда приходите на вакцинацию, вам обязаны показать упаковочку от вакцины, достать и продемонстрировать, что вам вводят. Если вы посмотрите, то на многих вакцинах написано, что туда добавлена ртуть. Для чего? Ну, слеживается, все скомкается, потому что особенно если это живые клетки. Это добавляется для того, чтобы клетки не слепались. Вот доза ртути в вакцине БЦЖ 6 микрограмм на одну дозу. Норматив Всемирной организации здравоохранения для грудных детей 5 микрограмм в неделю. Много это или мало? Сейчас все, ну, ЗОЖ, это сейчас тоже наше все, почти как биотехнологии генномодифицированные, там, какие-то вещи, да. Здоровый образ жизни, мясо, вредно, надо есть рыба, морепродукты. Ну, пожалуйста, вот вам слайдик. Креветки 27 микрограмм на килограмм, тунец. Сейчас самая популярная вообще, да, рыба, что это прям рыба-рыба, которая рыба-мясо, которая стоит какие-то бешеные деньги в магазине вот за такой кусочек. Вот 165 микрограмм на килограмм тунца ртути содержит. Ну, все рыбы, они накапливают у них такое свойство. Есть рыба-морепродукты, они все внутри себя аккумулируют эту ртуть. Ну, что-то, все едят, да, и все говорят, это же, что ешь свинину, все, надо же, вот, конечно. Я заканчиваю. Я вижу, что вы все устали. В течение последних 50 лет вакцинация спасла жизни миллионов людей. Вакцинация имеет огромные преимущества. Дешевле вакцинироваться, чем потом лечить себя и, не дай бог, лечить своих детей. Ваши родители сделали для вас все. Они вас провакцинировали. Они дали вам возможность не болеть теми инфекциями, которые могут привести вас к гибели. Я надеюсь, что вы все-таки разум будет восторжествовать. Как это запутался, уже заплелся язык. Восторжествует это, как все говорят, добро, обязательно победит зло. Конечно, индивидуальный подход, и никто его не отменяет. Но есть очень хорошее правило эпидемиологии. Падение не обязательно означает следствие. Ну и то, что пишут очень часто в интернете британские ученые. Почему британские? Ну это уже такая шутка пошла, потому что они все время выявляют какие-то странные дела. Это открытие, что-то такое. Так вот они доказали, что 100% умерших хотя бы раз в жизни ели огурцы. Но это же не значит, что не надо есть огурцы, и ты обязательно умрешь. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Людмила, вам тоже огромное спасибо за лекцию. Было интересно. Все согласны, что вопрос спорный. У кого есть вопросы появились? Ну не очень много. Я просто хотела так строго с вами поговорить, что один вопрос и только вопрос. Да, с человека. Но вопросов не очень много. Поэтому давайте задавать. Давайте с вас начнем. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вот сейчас предлагают в клиниках вакцины российского производства и зарубежного. Что можете по этому поводу сказать? Я на примере вакцины от гриппа. Есть вакцина от гриппа российского производства, есть вакцина от гриппа. Но в нашей стране, опять же, не все вакцины и препараты зарубежные проходят лицензирование. Поэтому только какие-то. У нас есть французские вакцины от гриппа, есть немецкие вакцины и австрийские. Я хочу сказать, что российские вакцины делаются ежегодно. У нас огромный институт, который работает над проблемой гриппа, именно как заболевание. И подбираются штаммы, то есть каждый год делается новая вакцина, подбираются те штаммы, которые с очень большой долей вероятности встретятся именно в следующем году. Поэтому если говорить о вакцине против гриппа, то я советую прививать отечественную вакцину. Если говорить, допустим, о вакцине против гепатита B. Вот здесь я бы отдала предпочтение иностранной вакцине. Объясню, почему. В нашей стране генноинженерных вакцин очень мало. Ну, был такой период развития биологии в нашей стране. В 50-е годы Лысенко правил всем. И генноинженерия у нас, ну, тот, кто не знает, Лысенко считал почти то же самое, что если что-то такое, то рога вырастут. Ну, то есть биология была полностью в загоне. Мы с точки зрения молекулярной биологии отстали от развитых стран, ну, лет на 60 точно. Сейчас мы догоняем. Ну, вы понимаете, что это очень тяжело. Поэтому вот там иностранные вакцины все генно-модифицированы. То есть там маленький кусочек антиген только вводится. Наша вакцина от гепатита B убитая вирусная вакцина. То есть здесь надо, ну, каждый раз индивидуально смотреть, что. Еще руки. Спасибо за лекцию. А вопрос такой, есть ли вакцины, которые показаны при беременности, при беременности или может быть рекомендованы даже беременным? Есть вакцины, которые рекомендованы беременным. Ну, вот мамы, тут будущие мамочки сидят, они знают, что они сдают анализы на титр антител. Это в первый триместр делается на титр определенных антител. И в последний триместр делается такой титр. Если титра недостаточно, особенно в первый триместр, то женщинам предлагают пройти вакцинацию. Но здесь, опять же, очень индивидуально. Здесь обязательно следить за гемоглобином, потому что для беременных это такое больное очень место. Здесь обязательно следить за гормональным статусом, статусом гормонов щитовидной железы, потому что если идут какие-то нарушения, то о вакцинации речи не идет. Здравствуйте. Но беременность – это не противопоказание к вакцинации вообще никоим образом. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой. Почему в московских поликлиниках сейчас для пенсионеров настоятельно рекомендуют даже с хроническими заболеваниями делать вакцину против гепатита В? Спасибо. Вот, знаете, у меня тоже был такой вопрос. Я к врачам очень долго не ходила. Потом был медосмотр. И мне посмотрели карточку и говорят, «Мой, у вас нет вакцину против гепатита В». Я говорю, «Ну, ребят, мне уже столько лет, что как бы негде мне ее подцепить. У меня хорошая семья, мне больше ничего не надо. Приключения на свое не очень красивое заднее место я уже наелась». Ну, то есть вроде как нет. Оказывается, опять же, к нашему сожалению, если раньше заражение было только половым путем, возможно, то сейчас этот вирус, адаптировавшись в нашем организме, совершенно спокойно через порезы на руках. То есть еще нет элементарного пути, как гепатит А. Но ранки на слизистой оболочке, то есть при поцелуях, при чем-то еще, совершенно спокойно передается. Поэтому рекомендуют. Плюс эта вакцина снижает риск развития рака печени. Поэтому пенсионерам рекомендуют ее сделать. Рак печени – рак, который практически не поддается лечению вообще. Нет возможности разными способами вылечить этот рак. Вот сейчас как раз в Обнинском центре проведена первая такая операция по эмболизации. Но это первая операция пока. На поток не поставлена. Только поэтому. Спасибо большое. Было очень интересно. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что для поддержания хорошего иммунитета необходимо держать его в напряжении. Что это? Как это делать? Напряжение – это вакцинация как раз от тех инфекций, иммунитет на которые не сохраняется длительно. Но я прививаюсь от гриппа ежегодно. Дети у меня все привиты. Хотя, конечно, все дети к прививкам относятся очень. Я могу сказать, что вот моя семья гриппом не болела. Тут не дерево, не знаю, по голове не буду стучать. Но лет 5-7 точно. То есть мы вакцинируемся. Это подстегивает иммунитет. Потому что когда к Вам в организм попадает чужое, для детей нет, ну для маленьких детей нет такой необходимости. Ваш ребенок пошел в сад или в школу. Почему рекомендуют деткам даже, которые не очень садовские, хотя бы перед школой пойти в детский сад. Это очень важно. Потому что ребенок должен контактировать с чужеродными разными бактериями, с вирусами чужими, которые принесут другие дети. Потому что у них в семье другая обстановка бактериальная. Поэтому рекомендуют это делать. Для детей нет такой необходимости, потому что они каждый день встречаются с чем-то новым. Для взрослых, когда мы с Вами уже повстречались с многим-многим, что уже вроде как новое, для нас уже не новое. Поэтому вот вакцинация, она как раз и подстегивает иммунную систему. Не только относительно гриппа. На самом деле для взрослых ревакцинация тоже есть. И для взрослых есть свой национальный календарь прививок. Терапевты в курсе. Они должны Вам говорить, что пойдите-ка еще раз, сделайте от столбняка, от столбняка и кори. Каждые пять лет нужно ревакцинироваться, потому что иммунитет снижается. Спасибо за лекцию. Еще один вопрос. Можно ли, может ли человек, который вакцинировался, заразить других людей, которые не вакцинировались? Вот, например, есть такая история, что в семье, например, один вакцинировался, значит и другие должны тоже вакцинироваться, иначе он может заразить других людей. Точно нет. Сейчас объясню, почему. Даже если Вас вакцинируют живой вакциной, во-первых, титр этих микроорганизмов очень маленький, потом эти живые, они ослаблены, они находятся только у Вас. Заразить Вы можете, когда Вы начали болеть, и Ваши клетки начали вырабатывать или эти вирусы, или эти бактерии, которые Вы можете разносить. В данном случае Вы не болеете этой болезнью. Ваши иммунные клетки приходят, начинают работать, но этой болезни у Вас нет. Заразить Вы окружающих не можете. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что до какого-то года была обязательная вакцинация, а после родители получили право отказа. До какого года? В Советском Союзе до 1985 года не было вообще возможности отказаться. Только врач принимал решение о том, что есть противопоказания для проведения вакцины. И, соответственно, да. После того, как Женевскую конвенцию по правам человека мы подписали полностью, все, я не скажу точный год, начиная где-то с 1996-1997 года, у людей появилось право выбрать, да, ну, Вы совершеннолетние, Вы сами для себя говорите, я не буду прививаться, или там, мне не надо переливать кровь, или что-то еще. Дети не обладают такими с точки зрения юридической, поэтому за них принимают решение родители. Сейчас. Нет, обязательно педиатр обязательно предлагает сделать данную, не спрашивают разрешение только на БЦЖ. Ну, потому что, если еще на БЦЖ начнут спрашивать, это... Я прошу прощения, у нас просто идет прямая трансляция, и там люди хотят тоже слышать все, что мы говорим. Поэтому, если у Вас есть вопрос, поднимите руку. Да, в Советском Союзе не было такой возможности родителю отказаться. То есть родитель должен был прийти, а дальше уже врач принимал решение. Если нельзя, ну, то есть ребенок болеет или что-то еще, то нельзя. А если нет, то ребенку в школах делали, ну, тот, кто помнит, в школе делали все эти манипуляции, и там делали всему классу. Никто ничего не спрашивал. И манту делали, да, и все остальное. Потом же так же в школу приходили, линейкой мерили. Сейчас демократия. Спасибо большое. У меня вопрос следующий. Если мы возьмем зарубежную вакцину от гриппа и российскую, мы можем найти разницу в количестве вещества. Насколько эта разница существенна, и как вообще вычисляется дозировка вводимого штамма? Вакцина, если вы про грипп говорите, то вакцина от гриппа, она поливалентная, да, там не один штамм, нет вакцины с одним штаммом. Там, как правило, 4, может быть 6, может быть 8, в зависимости от того, ну, какая вакцина. Конечно, вы понимаете, что если это четырехкомпонентная вакцина, то содержание одного, ну, если вы выделяете один штамм, будет больше, чем в шестикомпонентной вакцине. Потому что вычисляется, это все делается, это не на глаз, это никто математически не рассчитывается. Для этих целей проводятся доклинические, а потом клинические испытания. Сколько можно за один раз ввести, и сколько, да, вот этого количества хватит для того, чтобы вызвать иммунную реакцию человека? Спасибо. И еще вопрос. Допустим, в российскую вакцину от гриппа, я читала, добавляют иммуномодулятор. Я так понимаю, это адъювант. Насколько эта практика используется в зарубежных вакцинах, и насколько безопасный профиль у этих адъювантов? То, что безопасно, это абсолютно точно, потому что у нас очень жесткие требования нашей фармакопии, прежде чем лекарство получит разрешение, лицензию на производство, проходит огромное количество испытаний. То есть просто так пройти через фармакопейный комитет нереально. У нас очень много зарубежных препаратов не могут пройти, не потому что они плохие, или мы не хотим, чтобы они проходили, они не могут предоставить документов о тех, допустим, проведенных доклинических испытаний или клинических на какой-то определенной выборке людей. То есть у нас очень жестко. То, что это безопасные вещи, это да, иммуномодуляторы, вирусные вакцины, особенно многокомпонентные, вводят специально, ведь вы иммунизируетесь, при этом в ваш организм вирусы-то поступают постоянно вообще. Это могут быть не вирусы гриппа, а какие-то другие, которые вызывают острые респираторные инфекции. Тут вы еще добавляете вирусы, поэтому здесь иммуномодулятор как раз нужен. И он есть не только в наших вакцинах, во французской от гриппа он тоже есть, присутствует обязательно, от гепатита, хотя вакцина вообще геномодифицированная, тоже есть иммуномодулятор. Это связано именно с тем, что количество вирусов, поступающих к нам, огромное, гораздо больше, чем бактерий, которые поступают внутрь. Бактериальные вакцины практически никакие не содержат иммуномодулятора и нет необходимости. Вот вы сказали, что от вакцинированного человека заразиться в семье не может как бы другой человек. А почему тогда из детского садика выводят на 60 дней при вакцинации полимелитом? Кого выводят? Тех, кто не вакцинируется. Не вакцинированного ребенка. Правильно. В детском садике, потому что когда ваш ребенок находится в детском садике, это как раз последнее, это 3-3,5 года. Вот это последняя доза, которая вводится, это вводится живая вакцина от полимелита. Если ребенок был не вакцинирован, это живая вакцина. Здесь не от ребенка, а от проведения вакцинации. Живую вакцину закапывают внутрь, под язык. Ее не колют, ее закапывают. Вирусы совершенно, это мельчайшие частицы, они могут оказаться в воздухе. Поэтому ребенка, который не прошел первые три стадии вакцинации инактивированной вакцины, просто выводят до тех пор, пока вирусы не исчезнут с окружающих предметов. Ограничивает по времени уже. Поэтому один вопрос. Это я так попросила, у меня просто электричка, я боюсь, что я не успею. Один вопрос. Значит, у вас термин был растительные вакцины? Да. А вот вакцинация растений, вот тут только же речь идет о чем вакцинации человека и животных, да? Вакцинация человека и животных. А вот с тем, чтобы растения не болели, вакцинация растений делается? Делается. Там применяется немножко другой термин. Никто не говорит о вакцинации, да? Потому что, ну, в нашем представлении вакцинация это что? Это ты подошел к человеку, да, и сделал инъекцию. Представьте, что вы делаете инъекцию растениям, нет. И для растений гораздо проще вывести генномодифицированное безвирусное растение. То есть вводят специальные гены, которые придают устойчивость данному растению к тем или иным болезням или вредителям. То есть, ну, по большому счету, это и... Да, безусловно, но это и есть вакцинация. Вы вводите чужеродный ген, кусочек гена, который делает это растение устойчивым. У нас с вами вакцинация получается все то же самое. Нам вводят этот чужеродный агент, и наш с вами организм становится невосприимчивым к данной болезни. Это фактически генно-инженерная манипуляция, которую с нами проводят. Просто не встраивается это в наши клетки, да, мы не становимся похожими на вирус гриппа. Но растения-то при этом тоже не меняют свою форму. Их огромное количество, вы их выращиваете у себя на садовых, в огородных участках, даже не зная об этом, что эти устойчивы к данной болезни, а эти к этому, а эти к червям, а эти еще к чему-то. Поверьте, это лучше, чем обрабатывать химией. От химии никуда не денешься вообще. Она всасывается во все места. И если раньше, да, землянику собрали, сметану положили, сколько такая земляника стоит? Ну, два часа, ну, три, да? Ну, в холодильнике, ну, пять. А сейчас йогурт сколько стоит? Месяц, два, а то и шесть, и без холодильника, и ничего не портится. Сделайте выводы. Итак, последний вопрос. На правах работника курилки Гутенберга. Спасибо. Вопрос такой. У меня есть некоторое количество знакомых, которые вот как раз против прививок уступают, своих детей принципиально не прививают. То есть есть мамочка трех детей, которая ни одного не привела и сопротивляется до конца. То есть я посмотрела на реальные, ну, то есть какие-то побочные эффекты, которые возникают. То есть там сыпь, сыпь, припухлость, где введение, да, лихорадка самая страшная. А вот реально, вот что можно испугаться, там, каких-то инвалидностей, что какие последствия вообще могут быть серьезные, они вообще бывают после инфакцин? Безусловно, бывает. Нельзя говорить, что нет, категорически нет. Допустим, в нашей стране 80, не помню, 7 или 8 год неправильно, что произошло? Это всегда человеческий фактор. Неправильно хранили вакцину от туберкулеза, ВЦЖС-шную вакцину живую. Ее разморозили и повторно заморозили и что-то сделали не то. Не сказали, ну, как вы же понимаете, медсестра ворона, она боится, никому ничего не сказала, детей проиммунизировали, развился туберкулез костей. Это было. От этого застраховаться невозможно. Да? Невозможно. Но вы не можете. Это точно так же, ну, я не знаю, вы пошли в самый дорогой ресторан, а там вот человек, который не прошел медосмотр, и он заразил вас. Ну, хорошо, если только с сальмонеллезом. Он может же заразить всем чем угодно, вы же приходите и не требуете, а покажите санитарную книжку, а вы же не знаете, где он ее взял. Правда? То есть, конечно, есть. Все зависит от врачей. Я понимаю, что вы полагаете, говорите, ну, как же, вот можно доверить своего ребенка, мало ли, может, этот врач какой-то, двойшник был в институте, там, еле закончил. Но когда вы приходите в аптеку и просите лекарства, не посоветовавшись с врачом, поверьте, вы наносите себе гораздо больше вреда, чем вот. Это единичные случаи, от них нельзя застраховаться. Если нормальный, здоровый ребенок, есть, например, сыпь действительно возникает, вот от генномодифицированной вакцины, дрожжи, да, там есть компоненты дрожжей, у некоторых непереносимость этих дрожжей, возникнет аллергическая реакция. То, что она против, не прививать своих детей, ну, это ее право. Здесь ничего нельзя сделать. Здесь единственное, что, да, дети не смогут ходить в детский сад, их будут выводить из детского сада. Ну, если подумать, вдуматься, да, то есть ты живешь и всю жизнь боишься, что, особенно сейчас, когда приезжает огромное количество людей из разных стран мира. Для них эта инфекция, ну, родная уже, они не обращают на это внимание. Для нас это страх и ужас. Ты не привитый, но я говорю, корюш, казалось бы, не встречалось столько лет, все надеялись, что ничего не будет. Не просто закрывали детские сады, умирали дети в страшных вообще муках, врачи в ужасе были, потому что не видели вот этого всего, что происходило в разных областях. ну, вот в Калужской области, например, рядом, которая с Москвой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ